Служение Дерека Принца. Вы тоже должны быть готовы. Часть 2. На прошлой сессии я комментировал Матфея 24 главу, где говорится о времени, когда начнется скорбь в Израиле. Иисус сказал, вам придется бежать. Молитесь, чтобы вам не пришлось бежать зимой или в Шаббат. Нет. Интеллектуальное понимание Писания ограничивает нашу молитву. Иисус не сказал, молитесь, чтобы вам не нужно было бежать. Вам придется бежать. Но вы можете молиться о том, чтобы вам не пришлось бежать в холода или в Шаббат. Я объяснял вам, почему людям в еврейском государстве было бы сложно бежать в субботу. Поэтому я считаю, что не стоит молиться о том, чтобы это не случилось, потому что этого не миновать. Если вы молитесь о том, чтобы все эти ужасные вещи не пришли на землю, то вы зря тратите силы. Я так это вижу. Но вы можете молиться о том, чтобы вы оказались достойными побега. А если вы не молитесь, то не знаю, будете ли вы достойны бежать. Потому что Иисус сказал, что вам нужно молиться. Это понятно. Надеюсь, я смог вам это донести, потому что это важно. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что я законник. Я считаю, что все это делается не через правила, а через Святого Духа. А сейчас откройте Откровение 19 главу. Здесь описана невеста. Я хочу обратить ваше внимание на одно из качеств. Откровение 19 глава, 7 стих. Это триумфальный крик всех обитателей небес. Они радуются браку Агнца и Иисуса Христа и тому факту, что его невеста, церковь, приготовила себя. Еще раз хочу заметить. Она не готовится, а уже приготовилась. И вот что здесь сказано. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Далее объясняется, как она себя приготовила. И тут говорится, что дано было ей облечься в весон чистый и светлый. А вот это уже толкование. Весон же есть праведность святых. То есть для того, чтобы быть там, невесте нужен подходящий наряд, сделанный из весона, который всегда выступает символом праведности в Библии. Он чистый и светлый. Затем Иоанн объясняет, что весон — это праведные дела святых. Когда мы верим в Иисуса и принимаем Его как Своего Спасителя, нам меняется Его праведность. И мы считаемся праведными с Его праведностью. Это прекрасно, но это не конец. Потому что нам нужно перейти от временной праведности к делам праведности. Здесь весон — это праведные дела святых. Я всегда представляю, что каждое наше праведное дело — это как одна ниточка в этом наряде. Затем я спрашиваю у себя, достаточно ли у меня этих ниточек, чтобы прикрыться полностью. Звучит смешно, но для меня это очень реально. Будет ли у невесты достаточно ткани для свадебного наряда? Женщины не любят скупиться на свой свадебный наряд. Это единственный случай, когда женщина не хочет экономить. Для того, чтобы быть готовыми, нам нужно выполнять дела праведности. Я верю, что Бог приготовил дела праведности для каждого из нас. Бог имеет конкретные задания для каждого из нас. Но также есть обязанности, которые мы должны выполнять коллективно, и за которые мы ответственны все вместе. Для меня самое важное дело праведности, за которое ответственна вся церковь, это Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. Там говорится о самом главном. Помните, что там сказано? «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной. Вы свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Я считаю, что это коллективная ответственность церкви провозглашать Евангелие Царства по всему миру. И я считаю, что ни один посвященный христианин не освобождается от этой ответственности. Это не значит, что все мы должны быть проповедниками или служителями, но все мы каким-то образом подотчетны Богу за то, что мы делаем в этой связи. Как я уже говорил, это то самое знамение, что возвращение Господа уже очень близкое. Когда проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, вы свидетельство всем народам, вот тогда и придет конец. Если Иисус сказал, что оно будет проповедано, то так и будет. Я не думаю, что ошибся, поэтому вопрос не в том, будет ли оно проповедано, а в том, как принять участие в его проповеди. Насколько я понимаю, ни один христианин не освобождается от этого обязательства. Возьмем, к примеру, финансы. Проповедь Евангелия стоит дорогое. У меня есть радиопрограмма, которая занимается этим во многих уголках мира. В коммунистическом Китае на четырех языках, в Советском Союзе на русском, в Южной и Центральной Америке на испанском. А сейчас наше главное задание — принести ее в арабо-мусульманский мир на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Это наименее охваченный Евангелием участок мира. Из сорока наименее охваченных Евангелием стран, 51% — это мусульманские страны. Я говорю это не потому, что хочу попросить денег. Я лишь хочу сказать, что радиоэфир на богатом Востоке стоит дорогое. 500 долларов за 15 минут. В месяц это приблизительно 2500 долларов. Я не прошу у вас денег, а лишь говорю, что деньги важны. Я прав. Важно, что мы делаем с нашими деньгами. Согласно исследованиям, Церковь в Соединенных Штатах Америки тратит 99% своих доходов на себя. Один процент идет на достижения недостигнутых. Это скандал. Такая церковь не может быть готова к возвращению Господа. Это не может быть. Невеста с готовым нарядом. Давайте поговорим на чистоту. Когда я говорю о деньгах, люди часто затихают. Поэтому хочу еще раз вас заверить, что мы не будем собирать пожертвования. Можете расслабиться. Я лишь спрашиваю, действительно ли вы посвящены этому заданию. В Америке говорят, вкладывайте свои деньги туда, откуда вы питаетесь. Деньги — это не единственная вещь. Думаю, Руфь согласится со мной, что часто наше служение находится на передовой. Это не наш выбор. Но очень часто мы атакуем какую-то твердыню сатаны. Это не наш выбор, а наша участь. Не буду вдаваться в детали, но очень часто мы сталкиваемся с сильным давлением. Руфь молится. «Господь, пусть наши имена окажутся на устах ходатайцев». Мы понимаем, что если бы не ходатайственная молитва, то мы бы не сделали свою работу. Поэтому дело не только в деньгах. Ходатайственная молитва даже важнее денег. Когда вы за что-то молитесь, то не можете делать это отстраненно. Вы не можете просто произнести молитву и забыть об этом. Вы будете участвовать тем или иным образом. Давайте рассмотрим два разных способа, как эта ответственность влияет на нас. Мы говорили с вами о евангелизме, но я также осознаю огромную важность, серьезность и давление пастырского служения. «Пастыр — это не совсем мое призвание. Я был пастыром и знаю, что это такое. Я считаю, что на земле нет более сложного служения, чем пастырское, и об этом Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 24 главе, 44 стихе. Здесь он рассказывает небольшую притчу о пастырском служении, которое кормит, пасет и заботится о Божьих людях. Зачастую это не очень зрелищное служение. Оно связано с сердечной болью и отсутствием благодарности. Иисус говорит, «Так кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил на отслугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» Я считаю, что это пастырское служение. Блажен тот раб, которого Господин его придя найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его. Если вы задействованы в пастырском служении, если вы будете верны, то в вечности получите должность с огромной ответственностью. Если вы мудро распоряжаетесь тем, что доверено вам сейчас, Бог сделает вас правителем над всем его имуществом. Если же раб тот, будучи зол, скажут в сердце своем, «Нескоро придет, Господин мой». Вы заметили, что в этом отрывке люди, не соответствующие всем условиям, говорят что-то о задержке. Иными словами, на самом деле он не придет. Каждый, кто говорит о задержке, имеет неправильное отношение и не готов к его приходу. «Нескоро придет, Господин мой» и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, «там будет плач и скрежет зубов». Речь о людях, которые находились внутри, но не были посвященными. Они были очень близки, но все равно упустили свою возможность. Мне очень тяжело об этом думать. Здесь описаны два типа слуг. Один верный, а другой потакает своим желанием. Он забыл о личной дисциплине и пользуется своим положением. Так он превращается в диктатора. Нам нужно решить, какими будем мы. А сейчас перейдем к последней мысли. Мы уже обсудили 14 стих 24 главы Евангелия от Матфея. Давайте еще раз взглянем на это место, потому что я хочу показать вам предыдущие стихи, а именно девятый. В нем говорится, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». В последний раз спрашиваю, о ком речь? Конечно же, о нас. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Кто эти многие? Многие христиане. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Именно в этом контексте Господь говорит о проповеди Евангелия по всему миру. Иными словами, это не будет легко. Давление будет расти. Но перед лицом этого давления люди, посвященные Господу, будут двигаться и делать свою работу. Не думайте. Через 10 лет будет легче. Это не так. Будет еще сложнее. Легче не будет. Я могу доказать вам на личном опыте. Одни говорят о проблемах молодых христиан, другие о проблемах старых христиан. Я христианин уже более полувека, и легче не становится. Давление растет. Ответственность растет. И мы все больше и больше зависим от Божьей милости и благодати. В завершении хочу показать вам еще одну картину из шестой главы Книги Откровения. Только смелые люди решаются толковать шестую главу. Это видение о всадниках. Я хочу показать вам свое субъективное понимание. Не важно, прав ли я в своем толковании. Главное, что я прав в практическом применении. Для меня это весьма очевидно. Надеюсь, я смогу донести это до вас. Возможно, вы помните четырех всадников, которые, как я понимаю, двигались на протяжении всей истории человечества. Первый был на белом коне. На нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он, как победоносный, и чтобы победить. Венец является символом победы. На белом коне римские императоры въезжали в город во время своего триумфа. То есть это символ победы и триумфа. Отложим это в сторону на какое-то время и перейдем к остальным трем коням. Следующий конь был огненно-рыжим, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга. И дан ему большой меч. Ясно, что речь идет о войне, как всемирной, так и гражданской. Не буду вдаваться в детали, потому что у нас нет времени, но я склонен думать, что в конце времен большинство стран мира будут охвачены гражданской войной. Во многих странах действуют силы, которые всячески способствуют этому. Есть различные национальные меньшинства, люди, которые считают, что не получают то, что им положено. Это можно сказать о любой стране. Не буду продолжать, потому что это очень щепетильная тема. Но я думаю, что все это приведет к кровопролитию в больших масштабах. Это был огненно-рыжий конь. Далее идет вороной конь, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, «Хиникс пшеницы за динарии, и три хиникса ячменя за динарии, елея же и вина не повреждай». Для меня этот вороной конь символизирует всемирный дефицит и выдачу по паям или по талонам. Динарии — это плата за один рабочий день. То есть за дневную зарплату можно будет купить ковш пшеницы. Этого хватит только для того, чтобы поддержать одного человека, но не всю семью. Иными словами, люди будут жить при очень скудном рационе. В Гане, где мы с Руфью часто бываем, дневная плата меньше, чем стоимость одной буханки хлеба. Но удивительно то, что христиане в Гане одни из самых щедрых в мире. Мы спрашивали у них, «Как вам удается так много давать?» А мы сами не знаем, как это получается. Каким-то образом у нас больше, чем достаточно. Очень интересно. Также в том стихе сказано, «Елея и вина не повреждай». Почему именно елей и вино? Это роскошная еда. То есть посреди всего дефицита будут люди, живущие в роскоши. В книге Откровения вы найдете описание невероятной роскоши посреди нищеты. Говорят, что сегодня бедные беднеют, а богатые богатеют. Это полностью соответствует Библии. «То есть будут богатые люди, которые будут говорить бедным, присмотри за моим виноградником, я позабочусь о том, чтобы ты не умер с голоду». Может, это не точно, но именно такой образ сложился у меня. Думаю, вы согласитесь, что мы недалеки от этого. Четвертым был бледный конь. Это слово на греческом не поддается переводу. Это слово «хлорос», от которого произошел хлор, и другие подобные слова. Греческие цвета отличаются от наших. «Трава» на греческом называется «хлорос», то есть это нездоровый, бесцветный цвет, и на нем всадник, которому имя — смерть, и ад следовал за ним. На другом коне. Важно понимать, что смерть и ад — это личности. Я считаю, что каждый из них — это ангелы сатаны, отвечающие за разные части царства, сатаны. Смерть забирает физическую жизнь, а ад забирает душу. Понимаете? Они убивают всех без разбора. Здесь сказано, «И дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными». Вы замечали, что здесь сказано умерщвлять мором или смертью. В современном переводе так не сказано, но это правильный перевод. Как можно умертвить смертью? Мы с Руфью знаем о существовании духа смерти. Он действует во многих людях по всему миру. Дух смерти убивает людей, которые не умерли бы при обычных обстоятельствах. В больницах много людей, которые умирают без видимых на то причин, и мы с Руфью начали вести войну против духа смерти. Если бы я проповедовал о нем сегодня, то вас бы сильно удивила реакция, но сейчас не об этом. Итак, мы поговорили о втором, третьем и четвертом коне. Далее говорится о мучениках у жертвенника. Давайте поговорим о них. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Они спросили, «Когда Бог отомстит за них, Бог ответил, что им нужно подождать, пока их братья, которые будут убиты, как они, не дополнят число». Очевидно, что в то время множество христиан будет убито. Я считаю, что это часть великой скорби, потому что Писание говорит, что пережившие скорбь омыли свои одежды в крови агнцем. Затем идет конец времени. Видимые проявления Иисуса, ужасные землетрясения и катаклизмы. У нас осталось всего несколько минут, поэтому давайте вернемся к белому коню. Вот как я это вижу. Белый конь — это Евангелие, которое едет победоносно, чтобы побеждать. В 44-м псалме есть еще один образ Иисуса Мессии. Я думаю, что это комментарий к белому коню. Псалом 44, с 3 по 6 стих. Эти слова адресованы Мессии. «Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильной славою твоею и красотой твоею, и всем украшении твоем поспеши. Восядь на колесницу ради истины, кротости и правды». Это необычный завоеватель. Его завоевание основано на истине, кротости и праведности, а затем описано его завоевание. Я считаю, что это Евангелие верхом на белом коне. «Оно едет ко всем народам». Послушайте внимательно. Это суть всего того, о чем я говорил сегодня. «Белый конь будет всегда впереди вороного, рыжего и бледного». Все они приедут, но мы должны добраться до людей до того, как другие их уничтожат. Если я прав, то это дело невероятной срочности, и я ощущаю эту срочность. Нам нужно принести Евангелие до того, как эти ужасные кони затопчут человечество. Они уже выехали. Я постоянно чувствую давление, пытаясь опередить рыжего, вороного, а то и бледного коня. У нас осталось совсем немного времени. Дьявол не против, если вы посвятите себя Евангелию. Главное, чтобы вы начали попозже. Он будет использовать все тактики, чтобы задержать вас. Он не говорит «нет». Он говорит «попозже». Это моя главная забота. Я вижу множество христиан, которые ждут, чтобы посвятить себя, но ждут слишком долго. Насколько я понимаю, осталось немного времени. Сегодня все на земле движется быстро, все быстрее и быстрее. А Бог от мира не отстает. Он тоже движется с невероятной скоростью. Будете ли вы посвящены белому коню? И готовы ли вы отдать свою жизнь, если вы этого еще не сделали? Этому белому коню. Народы ждут этого коня. Богу нужны мы с вами, чтобы ответить на Его призыв и понять время, в которое мы живем. Лично для меня самое важное дело праведности, за которое ответственна вся церковь. Это призыв вечного Евангелия. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей Вселенной. Во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Я считаю, что это общая ответственность всей Церкви. Провозглашать Евангелие Царства по всему миру. Пришло время ответить на Божий призыв. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...